друзья всем привет мы сегодня в муроме встретились с моим подписчиком это игорь он тоже снимает на fuji недавно он приобрел этот замечательный объектив который у меня в руках сейчас на моем fuji film x3 это сигма 56 1 и 4 новая итерация как раз для fuji посмотрите только насколько он компактный офигенный то есть если я бленду сниму вообще чудушный ничего не весит ничего не занимает у него в руках сейчас мой объектив это сигму 17 35 если что если кто не знаком с этой бандуре и соответственно размер у нее совсем немало сравним с 56 7 за сколько ты говоришь ты заказала с алиэкспресс 25 тысяч рублей 25 вот те кто советует всем покупать вилдракс 56 14 вилдракс сколько стоит около 28 29 посмотрел последний раз такой цене они были вот 25 30 плюс-минус то же самое вы берете вот эту сигму то что я успел сейчас поснимать это просто картинка офигенная то есть у меня когда-то был 56 12 fuji non ну там не такая классная картинка то здесь прям по резкости все очень круто прежде всего давайте посмотрим на сам объектив отдельно от камеры учитывая то что это эквивалент 85 миллиметров весит он всего 280 грамм а в длину 59 миллиметров то есть всего 6 сантиметров в длину и это 85 миллиметров с эквивалентной диафрагмой f2 несмотря на то что эта серия контемпорари у сигмы то есть это не арт серии выполнено все очень офигенно то есть металл пластик все на высшем уровне не так не сильно не мацается как у того же вилдракс 1314 который я недавно обозревал то есть здесь какое-то такое матовое покрытие и очень мало отпечатков остается достаточно большая бленда для такого объектива но она ставится без проблем в обычное походное положение и сильно много места не занимает кстати у сигмы в отличие от того же вилдракса и родного фуджино на 56 1.2 есть вот это уплотнительные колечка вокруг байонета и в целом по сборке мне это сигма нравится больше всего из конкурентов то есть такой сбитый качественно собранный объектив без каких-то болтающихся просто так ненужных как по мне колец вот смотри вот многих многие хотят чтобы на объективе обязательно было кольцо управления диафрагмой это вот насколько для тебя вообще вот это критично то есть у тебя вот сейчас две кармы камеры фуджи до 2x и 3 давняя 2x и 3 еще и один старенькая новая нежная то есть три фуджика насколько для тебя критично отсутствие будет колеса управления диафрагмой на объективе ну слушай я уже привык к разным объективом с колесом и без но в целом не поудобнее с колесом когда она есть то есть я не глядя могу отрегулировать как на кнопку мне натушки не совсем удобно так скажем хотя дело привычка опять же быстро привыкаешься нет этого колеса по автофокусу могу сказать так в целом его работу можно охарактеризовать одним словом по-фуджовски мне кажется без разницы какой бы вы объектив не поставили на камеру fuji автофокус этого объектива будет вести себя так как это заложено в камере то есть лицо глаза находятся но иногда тяжеловато иногда находятся там где их нет если же сильный контраст и глаза закрыты тенью то глаза вообще не определяют и приходится отключать отслеживание лица глаза работать просто классический по точке из особенностей мотор автофокуса пробегает диапазон например от mdf где-то до метров там 3-4 не помню нас к на ком расстоянии стояла лена такими шагами но при этом делает это беззвучно если же мы посмотрим на сделанные фотографии снимаю я не серии одиночными кадрами но делаю много кадров потому что знаю что автофокус камера fuji фильм часто ошибается то ситуация с автофокусом напоминает родной fuji non 56 1 и 2 он у меня был еще когда-то на x-t2 и там была такая же ситуация то есть камера фокусируется говорит тебе что я сфокусировалась на глазах что я сфокусировалась на лице но на сделанном кадре не всегда фокус именно там где должен быть то есть не всегда на зрачке это похоже на какой-то backfront фокус как на зеркалках но вот именно такая ситуация здесь и происходит то есть грипп очень маленькая и малейший там недолет-перелет фокуса вы получаете зрачок не в резкости это не ли она двигалась я повторяюсь то есть там выдержка очень короткая одна пятитысячной потому что и со 640 стоял dr-400 же все понятно чтобы максимальный динамический диапазон был джипеги но при этом то есть вот такие вот скачки автофокуса мы наблюдаем я говорю такую же ситуацию по автофокусу я наблюдал на родном 56 12 кстати если мы посмотрим на вечерние фотографии то там проблем с автофокусом вообще нет хоть и света было достаточно мало но все равно все фотки получились в резкости если же мы затронем тему работы автофокуса в видео то обнаружение лица глаз мне действительно понравилось то есть для камеры fuji это реальный успех камера с этим объективом лицо и глаза тречит следит никуда на задний план на задний фон не перелетает единственно конечно когда она теряет лицо глаза то классические автофокус на какое-то мгновение такое ощущение что переключаются алгоритмы он улетает сначала до бесконечности потом возвращается находит лицо включается алгоритмы трекинга лица и автофокус уже продолжает тречить но как для стороннего объектива и при этом объектива с таким фокусным расстоянием и такой малый гриб но это реально очень круто и в очередной раз как на большинстве объективов fujifilm очень многое зависит от настроек настройка чувствительности и скорости трекинга здесь роляют и они реально очень важны при чувствительности трекинга 0 он какой-то нервный странным такими скачками прыгать словно на 7 18 35 если же поставить классическую чувствительность трекинга плюс 1 который мне нравится на большинстве объектив то все становится отлично если мы ставим плюс 2 то он уже такой туповатый а вот по скорости если оставляю скорость минус 1 которую я использовал на вилтрекс 13 14 то автофокус на этой 7 56 14 очень медленный то есть он от минимальной дистанции фокусировки который составляет 50 сантиметров вот до лены он там очень очень долго летит очень долго наводится если же мы поставим 0 то ситуация становится нормальной если мы начинаем прибавлять в плюс то он продолжает свое движение такими рывками как опять же на сигме 18 35 через переходник фрингер так небольшое включение на 7 56 14 14 1 8000 на сколько я помню и со 1000 это я чел же сейчас посмотрим как держит автофокус параметры чувствительность плюс один скорость ноль фон за мной темный поэтому должно все работать идеально и как всегда финт солнцезащитными очками лен чё там глаза лица ищет не бегают но определяет лицо не определяет находит нормально даже с очками находиться сейчас игры посмотрит скажет а сейчас найдет нет а сейчас ну даже на сигме проблема это fuji солнцезащитными очками видео остается и теперь о самом важном и на мой взгляд по картинке все очень очень круто для объектива такой ценовой категории на 14 резкость отличная по большей части кадра лишь по углам заметно падение резкости напоминаю что этот объектив я не брал где-то на тест я приехал в другой город к своему подписчику у меня было не так много времени на какие-то синтетические тесты там фотографировать стены и так далее да и на подобные оптики я всегда стараюсь снимать на открытой потому что именно за этим вы покупаете такие объективы с 14 чтобы снимать на открыто единственное я прикрываюсь до 2 и 8 там до f4 например при групповых портретах и вот разницы между 1 и 4 и 2 и 8 в центре я вообще не заметил то есть объектив реально очень и очень резкий лично для себя мне было очень интересно сравнить этот объектив с моим sony 85 1.8 потому что сигма 56 1.4 является кропнутым объективом и по эквиваленту полного аналогом 85 миллиметров давайте будем так говорить f20 на полном кадре я закрыл диафрагму до f2 на своем sony 85 1.8 и сделал похожие кадры и я был удивлен тому что это сигма на 1.4 резче чем sony 85 миллиметров на 2.0 еще меня очень сильно удивило то что я не заметил ни на одном тестовом кадре явной хроматики то есть я думаю что за эти деньги ну наверняка она будет но ее реально нет то есть я делал много тестов она если бы она была она бы возникла на белой шляпе она возникла на ветках она бы возникла на браслете на часах и она бы по-любому возникла на блики вот на этой бронзовой статуи но такой прям явный как например на sony 85 миллиметров и и здесь нет ты говоришь тебя был вилтекс до 56 было да я от него достаточно быстро избавился что там хроматика была просто сногсшибательная так скажем в кавычках зеленота лезла голубизна и прочее прям практически везде то есть нужно было искать определенные сцены где бы можно было его использовать в полноцену надеюсь теперь сигма меня в этом плане порадует как минимум что в целом вилтекс 56 1.4 по резкости и прочему принципе был неплох но я думаю в любом случае если мы будет поинтереснее в этом плане по резкости по автофокусу и в плане всяких искажений оптических конечно не обошлось без недостатков к такому явному недостатку я могу отнести лишь работу в контуром свете каких-то моментах объектив старается держать контраст в каких-то моментах контраст очень сильно падает небольшие зайцы иногда проскакивают но в целом за эти деньги нормально вот другого слова здесь не подобрать зато автофокус видео в контуром свете нормально держит лицо и это приятно кстати камера fuji не обнаруживает лицо и глаза даже если вы приспустите очки и явно будут видны глаза она все равно их не найдет пока вы очки с лица полностью не снимите потом вы опять например очки наполовину надели глаза видны но камера именно в видеорежиме найти их никак не может интересно к сожалению я не могу назвать этот ролик полноценным обзором данного объектива объектив то в принципе остался таким как он и изготавливался для системы sony для системы canon м здесь они всего лишь переделали bayonet и там переделали алгоритмы работы с камерой оптический объектив остался точно таким же поэтому если вы хотите найти какие технические обзоры то советую вам канал кристофера фроста он там все очень детально все очень подробно рассказывать для меня это был в первую очередь такой экспресс-тест интересных объективов то есть это из серии 16 14 31 4 56 4 от сигмы которые ну реально могут конкурировать с родной оптикой и дают офигенную картинку за адекватные деньги завершение этого ролика я хотел бы поблагодарить своего подписчика игоря за предоставленный на тест объектив за шикарную прогулку по городу муруму и вообще за приятное знакомство и замечательную компанию ну а на сегодня у меня все всем пока увидимся